Проблемы Волконежской больницы начались не с момента образования гагузской автономии, как утверждает главврач медицинского учреждения Михаил Георгиев, а из-за неправильного менеджмента считает глава автономии. Это прямая вина председателя района, который не занимался этой больницей, и прямая вина менеджера этой больницы, господина Георгиева. Это что, они будут нарабатывать долги, они будут неэффективно управлять этой больницей, а исполком каждый раз будет закрывать долги. Оснащение и модернизация больницы было необходимо, чтобы расширить охват, обслуживание и принимать пациентов из всех населенных пунктов, которые раньше входили в Волконежский район. Ранее исполком Гагаузии принял участие в ликвидации долгов медучреждения за потребленный газ на сумму более 1 миллиона лей. Также в Волконежской районной больнице первая была оснащена современной котельной, утверждает руководство автономии. Мы ее практически полностью отремонтировали и оснастили. Это практически новая больница, которая не имела таких условий еще в бывшем Советском Союзе, не имела таких условий, которые она имеет сейчас. Мы первыми начали именно с той больницы реформирование системы здравоохранения и выделяли больше всего внимания и средств на первоначальном этапе именно в Волконежской районной больнице. Согласно действующего законодательства, исполком не может выделять средства на счета медучреждения, так как структуры имеют разные бюджеты. Общая сумма долга больницы достигает 3 миллионов леев, из которых более половины за должности по зарплате. По информации из СМИ, сотрудники медучреждения обвиняют руководство больницы в непрофессионализме и угрожают акциями протеста.